Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаем работать с текстами пророчеств. Сегодня мне бы хотелось совместить пророческие тексты Библии с пророческими текстами светского характера. К ним я отношу пророчества старцев, а также пророчества Мишеля Нострадамуса, Эдгарта Кесси, Елены Рерих, Иоанна Кронштадтского и многие другие пророчества, которые я буду сегодня озвучивать и поговорить. Я хочу с вами о посланнике и посланнице. Я однозначно разделю материал на несколько видеотем, поскольку достаточно объемная информация, и мне хочется создать такой собирательный образ этих людей. И начнем, давайте, с тех пророчеств, которые о них говорят. Давайте начнем с мужского образа, поскольку он все-таки главенствующий. И начиная с текстов Библии, мы понимаем, что это человек-пророк. Как ни крути, поскольку Божий посланник, описанный в Бога духовенных текстов, является в первую очередь пророком. Это человек-утешитель, который у нас описан в текстах Евангелия. А значит, это человек, который придет со знаниями от Бога. Это его основная примета, примета номер один. Помимо этого, когда мы читаем о всаднике на белом коне, о подобном сыну человеческому, о Багнце Божьем, то понимаем, что это тоже прообраз этого мужчины, который является как бы прототипом Мессии Иисуса Христа. Понятно, что он будет при тече перед вторым пришествием и выполнить свою миссию именно в духовном направлении. То есть повлияет на духовный уровень населения не только нашей страны, но и всего мира, поскольку в первую очередь основная задача, которую он выполнит, это будет задача миротворчества, установления мира на планете Земля. Что невозможно без духовного воспитания. Значит, в текстах Ветхого Завета он у нас просматривается, конечно же, как Илья Пророк. Помимо этого, мы находим такое понятие, как князь Великий, мы находим такое понятие, как архангел Михаил, как царь Давид, и воскрешу вам царя Давида в последние времена. Кроме этого, мы узнаем, что придет представитель колена Иосифа. Не отойдет скипетр от Иуды, покуда не придет примиритель. Но помимо этого, в текстах есть информация о том, что придет еще человек из другого колена. И, скорее всего, речь идет как раз о тех событиях, которые будут происходить в наше время. Если мы углубимся в тексты и поищем еще другие образы, то, конечно, найдем замечательный образ царя Соломона, «Песни песней Соломона». Я прям отдельно хочу вам зачитать этот материал уже в новой интерпретации, поскольку понятно, что я уже несколько по-другому смотрю на богодуховенные тексты. И это будет мой видеоподарок немножко попозже. А вот сегодня мне бы еще хотелось продолжить рассказывать вам о мужском образе в пророчествах-старцах. Там говорится о том, что придет русский православный царь. И мы узнаем о том, что он будет благородных кровей, что он будет, скорее всего, из дома Романовых, либо и будет иметь отношение к царям. Возможно, будет причастен к династии Рюриковичей. Но я вам хочу сказать, что эти две династии, они взаимосвязаны. Поэтому благородство его крови однозначно будет в любом случае. И есть, кстати, пророчество, где говорится о том, что он будет потомком безродным. Вот на это пророчество можно по-разному посмотреть, поскольку с одной стороны он будет без рода, как такового. И на сегодняшний момент мы понимаем, что если он будет принадлежать к этому роду, но не будет с ним контактировать, то он вроде как уже и без рода. С другой стороны, возможно, это будет человек-пророк, поскольку придет потомок безродный и начнет свой путь благородный. То есть это будет человек, работающий с пророческой информацией. И самое интересное, что о нем говорится, что он будет как-то вот с Великим Петерианом, будет сравнивать прошлое и будущее, совмещать вот эти вот факты и давать нам какие-то новые знания именно в этой области. Если мы обратимся к Эдгарту Кейси, то Кейси говорит о человеке-гении, о человеке, который принесет новые технологии. А значит, это будет личность высокоинтеллектуальная. Что такое новые технологии? Новые технологии – это какие-то новые изобретения, которые полностью изменят наш социум, нашу экономику, нашу промышленность в первую очередь и сельское хозяйство. И, конечно же, это коснется нас лично. То есть, это будут какие-то новшества в области изучения физиологии человека. Скорее всего, это будет связано с генетикой, либо с волновой генетикой, поскольку мы будем практически бессмертными благодаря этому человеку. Мы не будем болеть, мы будем жить долго и, конечно же, заранее предупреждать болезни. Ну, есть пророчество о том, что он будет магом и эзотериком. Достаточно сложно понимать вот эту информацию, но я так понимаю, что эта личность, скорее всего, будет работать на уровне биоэнергетики, на уровне тонких тел. Так, второй человек, второй посланник, конечно же, женщина. Она у нас обозначена также в богодуховенных текстах и в других пророчествах. Давайте начнем с текстов Библии. В них говорится о голубице, которая сидит дома, которая имеет крылья и перья, и золото, и серебра. И пока цари воинств бегут-бегут, она делает какие-то определенные успехи, то есть передает знания людям. То есть это тоже женщина-пророк. Если о ней сказано в текстах Библии, то, конечно же, она связана с пророчествами. Или, скорее всего, женщина-проповедник. Давайте еще поищем ее образ. Во-первых, конечно же, в текстах Евангелия говорится о царице Южной и о милостивой госпоже. Вот, вы знаете, я не буду сейчас к пророчествам о женщине притягивать образ невесты Христа, образ жены, облеченной в солнце, поскольку для меня это все-таки больше аллегоричные понятия. Хотя мы, в принципе, тоже можем это вот притянуть сюда. Есть еще пророчество о жене, которая спасет мужа. Мы еще с вами обратимся к этим текстам. Но как ни крути, все-таки в Библии женщина-пророчица присутствует. И, скорее всего, она является вторым пророком апокалипсиса, поскольку я вам говорила, что девочки, наблюдающие фатимское явление Богородицы, говорят о двух пророках, о мужчине и женщине. И описывают это в текстах книги, которая называется «Послание с планеты Едивот». Значит, где о женщине говорится в других пророчествах, помимо Библии? Во-первых, о ней говорит Елена Рерих. Она называет ее Матерью Мира. То есть это достаточно мудрая женщина, которая станет матерью этого тысячелетия. То есть она даст какие-то очень важные духовные знания, которые изменят сознание людей. Другие пророческие тексты, по-моему, Иоанна Кронштадтского, говорят о том, что придет Дева и поведет за собой народ. И она не только поменяет философию и мировоззрение людей, она повлияет на развитие науки и искусства. И воспитает она гениев великих. А значит, будет связана с образованием, конечно же, будет связана, скорее всего, с педагогикой, с воспитательными процессами, поскольку понятно, что гениев по-другому воспитать нельзя. И расцветут науки и искусства. Это говорит о ее другой направленности, помимо пророческого направления. Какие пророчества еще говорят о женщине? Есть тексты, где говорится о том, что придет женщина, которая будет вне церкви и будет говорить о вещах духовных. В принципе, достаточно этой информации, которую я вам преподнесла, чтобы вы поняли, что это будет не одна личность, их будет двое. Заметьте, она не преподносится в пророчествах как женщина-эзотерик. Если мы обратимся к библейским текстам, ведь там она идет как Суламита, как женщина, которая пасет стада. Поэтому, скорее всего, это не женщина, которая будет работать с эзотерикой, с магией. Никакая она не ведьма, не таролог. Нет. Это все-таки какая-то высокодуховная личность, которая будет давать знания более светлого характера. На этом все. Всего вам доброго. До встречи в следующем видеоматериале. Я бы хотела затронуть их примерное местонахождение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok